Как относиться к тому, о чем сейчас расскажу, честно признаюсь, не знаю. Хотя в наше время это происходит повсеместно, но то, что случилось в Башкирии, совсем не укладывается в голове. В селе Кармасан выявили ведьму. И ладно бы жила она где-нибудь в глухих лесах, ничего подобного. Она работает учительницей начальных классов. В школе заметили, как Альфия Аюпова, так их зовут, рассыпала по кабинетам какой-то белый порошок. А поскольку личные отношения педагогов сложились неприязненные, это стало дополнительным подтверждением колдовства. Хочет навести порчу, решили учителя. И пожаловались на коллегу в полицию. Было рассыпано то вещество. В принципе, здесь. Все здесь директор сидел. Зачем она раскидывала вот это вещество? Понятия не имею, девочки. Только она знает. Вы думаете, что она что-то на него наговорила или что? Ну, по поведению, если по оценкам детей, как дети рассказывают, то вполне возможно. Она же там рассыпала это вещество и что-то бормотала про себя. Не так просто. Педагоги говорят, что были напуганы и шокированы. Именно поэтому немедленно обратились в полицию за защитой. Группа ребят. Я говорю, что произошло? Они говорят, вот тут Арфера Рашидовна подсыпала, подсыпала. Я говорю, что подсыпала? Вот смотрите, Ленфавина, какой-то порошок. Ну, я сначала так больно, близко к сердцу не восприняла. Посмотрела, да, вижу, что порошок какой-то рассыпан на полу. Белое какое-то вещество кристаллическое. Побежала уже по своим делам непосредственно. Значит, поднимаюсь и ко мне навстречу бегут дети. Лена Фавиловна, посмотрите, пожалуйста, в вашем кабинете тоже это есть. Значит, ну я уже, тут уже я осознала, я в шоке. Мы позвонили участковому, что делать. Приехал потом, значит, позвонили 128, 128, видать, позвонил в РОВД, уже оттуда дали сообщение. И потом уже пришли, приехал наш участковый, Фарид из Шемяка. Вот мы, значит, ему объяснили всю суть, что происходит потом. Значит, он собрал этот порошок из моего кабинета, из кабинета татарского языка. Я отсюда, вот из кабинета завучей, их сказал, если это соль, на соль надо сахар насыпать. И что произойдет? Ну, видать, может, порча уйдет, я не знаю. Вот сказали, мы так сделали. Потом еще святую воду привезли, святой водой все это. Но мы подумали, что это все-таки порча. Что она хотела с нами что-то сделать. В итоге этот самый порошок оказался обычной солью. Но, поскольку ситуация непонятна, учителя, хоть и с высшим образованием, решили нейтрализовать возможное негативное воздействие. В ход пошли сахар и святая вода. Эту смесь они обработали заколдованные места. Сама подозреваемая вину категорически отрицает. У нее своя версия. Альфия Айупо, как выяснилось ранее, подписала заявление о неправильном начислении премии сотрудникам школы. Поэтому, по ее мнению, коллеги и затаили обиду. Ведется экономическое расследование по отношению к директору Сафиной Гузеллиану. Стоит там, фигурирует из школы только моя фамилия. Почему я поставила свою фамилию? Потому что я, когда работала в школе представительства правкома, именно премиальные, стимулирующие так делились. Директору и завучу выделялось по 50% премии, а учителям 10%. То есть администрация школы не должна была в этой 10% присваивать себе писать. Они сами делились, себе писали. Я была против этого. Нет, конечно, я не рассыпала. Ну, конечно, я же этим занимаюсь. Может, я лечу еще кого-нибудь и колдую. Извините, я сама в этот бред никогда не верила. И верить не собираюсь. Может быть, кто-то этим занимается. Но я в это не верю. Извините. И даже смешно. Как сообщили Лайфу в правоохранительных органах, по заявлению учителей, скорее всего, уголовное дело не возбудят. Состава преступления в рассыпании соли явно нет. И сейчас на прямую связь с Лайфом выходит психотерапевт Александр Макаров, участник телевизионных шоу об экстрасенсах. Александр, здравствуйте. Я приветствую вас. Ну, вот вы сейчас слышали эту историю. Как скептик, как известный скептик. Дайте свою оценку. Ну, поначалу я так по-доброму улыбнулся. Дело в том, что когда вот в борьбу за какие-то светские ценности вступает мистика, это выглядит, ну, забавно. Но, с другой стороны, это печально, потому что место действия выбрана школа. Это, ну, не совсем уместно. В силу того, что учителя, во-первых, для детей обладают большим авторитетом, а, во-вторых, все-таки светские вопросы нужно решать, ну, какими-то процедурами, предусмотренными все-таки светским обществом, не приписывая сюда какие-то вот архаические такие механизмы, как посыпание мукой. А что самое интересное, что все в этот вопрос включились, и одна насыпала муку, другая посыпала сахар, третья воду, и получился такой школьный шабаш. Это, честно говоря, не очень совсем не очень. Александр, ну, давайте разбираться в причинах, почему же случился, как вы говорите, этот школьный шабаш. Наверное, этому способствует и телевизионная программа об экстрасенсах. Вы же сами прекрасно знаете, что это настоящий рынок сейчас услуги эзотериков. Телевизионная программа способствует просмотру вот таких вот историй по телевидению. Вы не услышите призывов делать это в школах или еще где-то. То есть, ведь, далее каждый человек сам решает уже, что ему делать. Нарушать закон или вот участвовать вот в таких выступлениях школьных. Ну, ведь, в принципе, вот девочки до сих пор порой бывают, гадают там, бросают валенки какие-то за заборы и так далее. Никто этого делать не запрещает. Но для чего это делать в школе? Тем более решая вопросы премий и прочих таких вот чисто светских историй. Хорошо. Какую бы вы дали рекомендацию, личную рекомендацию, не рекомендации сейчас с экранов телевизоров, учителям школы или людям, которые попали в такую ситуацию, вот они подозревают, что на них оказывается какое-то негативное магическое воздействие. Что нужно сделать в первую очередь, куда обратиться, если полиция тут просто разведет рука и скажет, какая соль, какой сахар? Ну, дело в том, что порча прилипает к тем людям, которые в эту порчу верят. Потому что те, кто в нее не верят, она, как правило, к ним не прилипает. Поэтому, ну, подумайте, во что верите вы, дорогие учителя. Если вы все-таки не верите в порчу, значит, она к вам не прилипнет. А если все-таки вы верите в нее, то, наверное, нужно прибегать к каким-то ритуалам по снятию этой порчи за пространством рабочим. То есть где-то дома, в огороде, на даче. В свое удовольствие. Знаете, на самом деле, не первый раз, и довольно серьезно звучат вот такие предложения. Как-то регламентируют законом такие действия? Ну, это крайне сложно все это описывать. Ведь все эти воздействия, они трудно измеримы. И это нас относит просто к эффекту плацебо, к самовнушению. Это все описано уже в психологии, психиатрии. И в зависимости от крепости веры в воздействие, есть специалисты, которые предлагает светское общество. Психология, психиатрия давно уже в этом разобралась. Вы, как светский специалист, как психотерапевт, могли бы оказать помощь тем учителям из этой школы башкирской? И, на самом деле, не просто помочь им, дав советы, а вот именно поработать с ними? Ну, если они приедут ко мне в кабинеты, если у них действительно есть такая проблема, я, ну, конечно, готов им помочь. Обратите внимание, вы столько раз скептически относились ко всему происходящему, столько сделали заявление за нашу короткую беседу, опять же, скептического характера, но при этом вы не отрицаете наличие и этих воздействий. Ну, и, конечно, нельзя отодвинуть вот это очевидное целый рынок, повторю, рынок по оказанию эзотерических услуг. Спасибо, с нами на связи был психотерапевт Александр Макаров. Мы обсудили вот эту скандальную историю, ну, действительно скандальную. Александр подчеркивает, это просто в голове не укладывается. Это происходит в светском заведении, в школе, и там учительницу, коллеги подозревают в наведении порчи.